МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самые драматические события нашей истории попадают в учебники. Самые смешные попадают к нам". Юмористический документальный проект Свалка Историй. Здравствуйте! В эфире программа Свалка Историй. Передача, полностью посвященная десятилетию премии МУЗ-ТВ. С вами Денис Косяков, Николай Камко и многие другие. Всех и не упомнишь. Дамы и господа, Эдуард Мацаберидзе. Человек, который не нуждается в представлении. С тем же удовольствием, с которым Эдуард рассказывает о себе, мы расскажем вам о шестой и седьмой премиях МУЗ-ТВ. Годы 2008-2009. Николай не возражает. 2008-2009. Наступает экономический кризис. В Америке избирают Барака Обаму, а в России вводят ЕГЭ. Билан побеждает на Евровидении, Ксения Сухинова на конкурсе Мисс Мира, а все остальные дружно за них болеют. При этом болеют в основном птичьим и свиным грифом. Ой, ребят, я помню 2008 год. И кризис помню. Я тогда себе еще машину купил. А кризис при чем? Ну, до кризиса я квартиру собирался покупать. А я во время кризиса собрал все свои сбережения. И чтобы они не обесценились, пошел и купил себе красивый, новенький черный хлеб. Не, ребят, не, не, не. Кризис это реально ужас. Да, бомбежки, разруха. Со всех сторон на тебя нападают. Ты не знаешь, что делать. И казалось бы, в тот момент, что уже нет надежды на спасение, но я прокачал свой суперкостюм, отобрал оружие у инопланетян. Это ты о чем? О игре кризис. А вы о чем? Слушай, ну мы глобальный экономический кризис обсуждаем. Он тебя не коснулся, что ли? Коля, я тебя умоляю. Не надо меня умолять. А я умоляю. Хорошо. Он не коснулся ни меня, ни премии МУС. Потому что именно в это время, во время кризиса вашего всемирного, были самые яркие, самые мощные церемонии награждения. А знаешь, почему, Кольенька? Почему, Эдин? Потому что я и МУС, мы занимаемся одним делом. Мы дарим людям радость. А это, Коля, самый ходовой товар. Несмотря на тяжелое финансовое положение в стране, организаторы премии не стали экономить на спецэффектах. Что только не летало под куполом Олимпийского. Во время номера группы «Браво» над зрителем взмыли в воздух люди с гигантским чемоданом. Но это был не спецэффект. Все это происходило в голове Жанны Агузаре. Где в разгар кризиса организаторы взяли деньги на подобные трюки и спецэффекты? Откуда взялись эти бесстрашные люди под куполом Олимпийского? Мы нашли одного из участников этого действия, и он нам все объяснил. Помню, я прекрасно помню 2008-й. Я все тогда потерял. Бизнес, 4 миллиарда долларов, кошелек, семью, все. По задумке номера я должен был сорваться с 50-метровой высоты и разбиться. При этом неплохо заработать и отдать часть долга. Я не знаю, у них пошло что-то не так. В общем, мы летали там полчаса как идиоты. Я, мой партнер по бизнесу, начальник службы безопасности и еще пару трейдеров с московской биржи. А вы помните ту руку, за которую хватился Лазарев во время номера? Если бы вы знали, чья это была рука. Да на этой руке 5 лет назад часы стоили дороже, чем этот Лазарев. Да и эту руку до 2008-го обычный человек мог только поцеловать. И то лишь во сне. Как правильно появиться на публике в разгар кризиса, чтобы никого не обидеть? К сожалению, эта книга в 2008-м еще не была издана. Поэтому наши звезды, забыв все правила приличия, появились на красной дорожке на дорогих аномарках. Подъезды к Олимпийскому начали напоминать Женевский автосалон. С одним отличием. Выберешь себе роскошный спорткар, откроешь, а там уже группа хай-фай. Автомобили были настолько крутыми, что некоторые звезды просто отказывались из них выходить. Так на премии не появились Юра Шатунов, группа Дюна и хор имени Пятницкого. Появление на красной ковровой дорожке с родни рождению ребенка. Ты вылезаешь из чрева лимузина с помощью каких-то посторонних, но заботливых людей, которые тебя могут даже по попе шлепнуть, чтобы ты закричал и замахал руками. Да-да-да, согласен. Все вокруг радуются. Радуются, что ты появился. Радуются, что ты мальчик. Правда, не всегда сразу понятно, мальчик это или не мальчик. Тут присмотреться нужно. Но тем не менее, только на красной дорожке ты рождаешься как звезда. А мы в этом году также поедем? Втроем? В этом году я предлагаю разделиться на две группы. Я и Бандерас. А мы? Ну, ребята, я вас умоляю, какая вы группа? Вот Бандерас группа. Ну ладно, Эдик, посмотри, еще слезами обольешься. Коля договорится? Денис, мы появимся круче всех. Приедем на Белази. Представляешь, из кабины выходим и раз на крышу Олимпийского. Сидим, отдыхаем. С языка снял. Коленька, с языка снял. Я как раз хотел предложить, чтобы вы на крыше пересидели церемонию, а то мало ли что. В разгар кризиса премия ломилась от обилия зарубежных звезд. Вагонами социальная служба США высылала в Москву своих самых дорогих эстрадных исполнителей с формулировкой «всех не прокормим». В России в рамках кампании помощи пострадавшим странам шефство над звездами брали колхозы, мясокомбинаты и простые заводские столовые. Друзья, в 2008-2009 году в Штатах появилось такое понятие, как «шаттл», то есть «челнок», по-нашему. А какое отношение это имеет к премии МОЗ-ТВ? Ну, все очень просто, Эдик. В то время «челноками» стали западные звезды первой величины. Ну, потому что организаторы оплачивают билеты туда-обратно. Почему бы не пошаттлить? Слушай, а Брайан Ферри как погорел на вашей премии? Да там вообще беда вообще. Он бы покупал несезонного товара со скидкой, там всякие пуховики, еще что-то. А кому в Англии плюс 30 нужны эти вьетнамские пуховики с драконом на спине? И что, совсем погорел, что ли? Ну, не совсем. Там организовал клинику по пересадке пуха больному театру. Ну, там тоже закрыли, знаешь, лицензии не было, чувак вообще не подготовился. Не прет так не прет. Звалка информации. За 10 лет премия Муз-ТВ подарила россиянам драгоценные минуты общения с такими западными монстрами сцены, как Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Фифти Сент, Пусикет Доллс, Токио Отель и другими. Но помня пословицу, что за морем и Кристина Агиллера, наш народ все равно продолжал голосовать за Арбакайте. Площадка премии Муз-ТВ становится не только местом раздачи призов, но и местом сведения звездных счетов. И ладно, мы столкнулись с две певицей, это можно было бы объяснить, но нет. Сошлись два альфа-самца, два олимпийских чемпиона. Понимаете, на Олимпиаде ведь не поговоришь. Там что, все заканчивается гимном. Включили, стой, плачь. А тут тебе дают микрофон. Поющий фигурист Алексей Ягудин записал вместе с Викторией Дайнека свой сольный, так сказать, ну не альбом, а песню, правильно я понимаю? Может быть, вы тоже планируете на Евровидение с ней поехать? Затмить Плющенко с Биланом, ведь это уже практически спортивное соревнование. Добрый вечер, Олимпийский! Ну, в первую очередь, мне кажется, что с Викой мы постараемся взять премию Мустовая, потому что для меня, мне кажется, эта победа здесь, на этой премии, намного значимее, чем Евровидение. И наша борьба с Женей, как вы сказали, закончилась уже в 2002 году в мою пользу. Но к тому моменту у Жени Плющенко были не только коньки, но и продюсер, будущая супруга Яна Рудковская. Хотелось бы сказать Алексею, Алексей, ведите себя по-спортивному и завидуйте, пожалуйста, молча, потому что Евгений Плющенко, в отличие от вас, не только олимпийский чемпион, он и серебряный призер Олимпийских игр, а также привез с нашей командой Евровидение в Россию. И не то, что, как вы, пил под фонограмму, а исполнял на льду то, что он делал на самом деле. А я за Ягудина. А я за Плющенко. А я за Ягудина. Плющ рулит. Ягудин, Ягудин и Ягудин. Все, Ягудин. Ребята, хватит. Ну это же глупо. Ссориться двум выдающимся людям страны из-за каких-то там медалей, из-за каких-то там фигуристов. Ну, на вас же молодежь смотрят, на вас же равняются. А вы ведете себя, как два Киркорова. Не знаете, то ли целоваться, то ли драться. Рецепт успеха любого шоу – это правильно подобранная пара ведущих. В разное время на разных площадках страны зажигали такие люди, как Евгений Мишов и Ангелина Вовк. Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Но по тем или иным причинам эти люди не подходили под формат музыкальной премии в разгар кризиса. Нужна была новая кровь. Какая-то химия, электричество. А самое главное – новая пара ведущих для музыкальной премии. Давай без лишних слов, пожалуйста. Ксения, Ксения, подождите. Анфиса, ну ты-то что? Ну ты… Ксюша, что вы сделаете? Уймитесь обе. Остановите эти сумасшедших баб. Извините, я буду называть вещи своими именами, ладно? Что? Проворонило свое счастье. Где твой микрофон? Ну, хорошим ведущим и одного микрофона достаточно. Но к нам это не относится, поэтому ищи второй. Пара лучших ведущих для премии Муз-ТВ. Та же самая пара ведущих, которая ведет одну из самых популярных программ на этом канале. Я про крокодил. Но все-таки мне кажется, что один из ведущих не должен говорить по-русски. Он ничего не должен понимать. Мне кажется, в этом состоянии всегда рождается какая-то энергетика. Ну, наверное, я и пара идеальных ведущих. Лучше, чем Урган, Собчак, сложно придумать пару для ведения премии. На самом деле, реально. Вот если ты соведущая Вани Урганта, самая большая проблема для тебя – это выбор платья. Потому что все остальное, мне кажется, ты будешь красиво стоять и оттенять. А вот, ну, если ты вдруг не умеешь разговаривать, то это не суперпроблема. На мой взгляд, самая яркая пара – это Ургант и кто-то. Потому что, как бы кто ни соревновался с Иваном, он все равно, конечно, превзойдет любую любого и опустит очень красиво. Иван, у вас на платке, вот чтобы всем было видно, я покажу рядом, мужская пиписька нарисована, друзья. Иван Урган – приличный человек. В чем он пришел на премию Муз-ТВ, а? Вот посмотрите, мне не кажется. Ксения, что у вас на уме у меня на платке? Посмотрите на этого мужчину, секс-символ страны, Иван Урган. Столько женщин любят, смотрят на него через экраны. И что это? Какая нерешительность? Где? Я все боюсь, что она бросится. Знаете, я себя сейчас чувствую, как на пороге Третьей мировой войны, друзья. Да, Денис, ведущие, они как скалолазы. Они идут в одной связке. И если ты вдруг вот сейчас сорвешься, то и второго за собой утянешь. И эта мысль греет. Мол, говорите, друзья, что хотите, смейтесь над мной. А коли сейчас возьмет, ляпнет что-нибудь, и мы вместе разобьемся. А я считаю, что идеальная пара для любой церемонии – это красавица и харизматичный нахал. Знаете, типа Оксана Федорова и Хрюша. Или Оксана Федорова и Николай Басков. Или очаровательная Елена Проклова и несравненный Геннадий Малахов. Ну, потому что в паре всегда один должен отвечать за мужскую аудиторию, а второй – за текст. Да. Да. А у третьего должны быть связи на канале. Коля хороший. Коля лучший. Коля ломает стереотипы. Коля любит, когда его хвалят. Но кое в чем кризис все же сказался. В 2009 году группа «Бис» стала лучшей поп-группой страны. И в этом же году премию за вклад в отечественную поп-музыку получила группа «Браво». «Браво» и «Бис» на одной премии. И обе группы с призами. Вот так же когда-то последний тиранозавр на земле встретил первую сумчатую выхухоль. Да. А за 20 лет-то вкусы у молодежи поменялись, ребята. Кстати, о вкусах. Вы знаете, что если откусить голову одному из солистов группы «Бис», то попадешь в рай? Да, я слышал. Кстати, в это время в «Виагру» вернулась Надежда Грановская. Несколько лет из группы вываливались только новые участницы, а не то, что обычно вываливаются у Нади. Можно сойти с ума, на самом деле. Вот мы очень волновались, очень волновались. Потому что были разные события, разные перемены, снимали клипы. Мы так волновались, что мы тарелку не взяли. Берем мы тарелку. Спасибо огромное всем! В «Виагре» в тот момент процветала бабовщина, что было очень заметно во время награждения. Получали премию втроем, но голоса новенькой Тани Котовой в Олимпийском так никто и не услышал. Как, собственно, не услышали его и в песнях «Виагры». Свалка информации. Из-за финансового кризиса наша эстрада потеряла львиную долю своих доходов от корпоративных мероприятий и концертов. Чем занять свое время? Как избавиться от дурных мыслей и справиться с депрессией? Поговаривают, многие артисты уходили в творчество, рисование, фотографию, макраме, лепку. А некоторые даже писали песни. Коля, о чем ты мечтал во время кризиса? Да, Коля мечтал. Коля это делает, поскольку Коля человек прагматичный. Коля мечтал о зимней резине. Как говорят у нас в Беларуси, мечтай о зимней резине с лета. А о летней резине мечтай зимой. Нет, Денис, о летней мы не мечтаем, потому что летом можно спокойно ездить на зимней. Денис, о чем ты мечтал в то время? А я во время кризиса мечтал, чтобы стало еще хуже. Чтобы доллар вообще рухнул, чтобы у Кэмерона и у Спилберга денег хватало только на меня. Но этой мечте не суждено было сбыться, потому что я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. А номеров Спилберга я тогда не знал. А вот если бы вы обо всем об этом мечтали на премии Муз-ТВ, тогда бы это все сбылось. Потому что на премии Муз-ТВ сбываются мечты. Это правда, что ты женишься, что ты перестаешь быть холостым. Мы, красивые русские бабы, плачем горючими слезами, что Сережку уведет Лера Кудрявцева. Муз-ТВ сбываются. А Лера Кудрявцева заполучила того самого лучшего певца. Вот, кстати говоря, Лера хотела заполучить именно Лазарева или просто любого победителя в этой номинации? А там без разницы. Выбор-то за последние пять лет немного. Или Билан, или Лазарев. Так что она ничем не рисковала. Ну, не скажи. Как по мне, вот Сережка, он такой романтический принц на белом пушистом пони. А Димка, он такой космический рейнджер, далекий, недосягаемый. А Сережка, он такой обнять и плакать. А Дима, он такой, извини, малыш, завтра снова в море. А Коля у нас такой, вторая дверь и направо по коридору. Ну, в смысле, не туда, куда-то Коленьку заносит. Коля поделился мыслями. Коля сегодня стучите, да откроется. А вот Ольгу Шелест на той церемонии тоже периодически заносила не туда. Она почему-то всю церемонию пыталась обустроить свою личную жизнь. И с Вахой выступал Андрей Малахов, который свел Шелест и с ума, и с Аршавиным. Мне сегодня везет Лазарев, Тимати, Малахов. Подожди, подожди, тебе сейчас еще повезет больше, потому что я вижу в ВИП-зоне. Пришел олимпийский, внимание, у нас в гостях Андрей Аршавин! Вот тебе действительно повезет, если он тебе подойдет. Мы готовы пойти по рядам? Пойдемте по рядам к нему. Вот он, вот он здесь. Бери его, вот он. Где? Как он выглядит? Как он? Вот он! Вот он, Аршавин! Как дела? Как там в Англии? Как Арсенал? Арсенал, как ты забил? Слушай, борода идет тебе! Чувак! Это не он! Вот он! Слушай, чувак! Я думала, ты больше, и по-моему, скажешь... Во! Боже мой! Вот же он! Вот он, наша гордость, наша любовь! Сбылась мечта Голустяна. Его впервые в жизни перепутали с русским. И у Аршавина мечта сбылась. Он познакомился с Джамшутом. Вот интересно, а что нужно сделать, чтобы твои мечты сбылись? Ну, кроме того, чтобы прийти на премию Мустовая, конечно. Если ты до сих пор мечтаешь о том, что я верну тебе деньги, Денис, то, к сожалению, тут уже ничего не поделать. А если вы не алочная тварь, а добропорядочный гражданин, то есть один способ. Нужно взять бумажку, написать на ней желание, поджечь, бросить в бокал с шампанским и залпом выпить. И все? Ах, мой недалекий, глупенький дружок. Конечно, не все, Денис. Допиваете залпом бутылку шампанского, полируете теплым джин-тоником. Да. Коля любит полировать. Коля любит полировать. Я понял, да. А даете себе настояться, танцуете в портере, потом прорываетесь через охрану, прямо в ВИП. Можно с друзьями. Ну, не знаю, по-моему, так можно только отхватить люлей. Да. Но, если ваша мечта изначально была отхватить люлей, то, вуаля, мечта сбылась. Премия Мустовая. Это место, где мечты сбываются. Звалка информации. В Белфасте на церемонии вручения премии Europe Music Awards актриса Хейден Панатьери, известная всем по сериалу «Герои», должна была вручать приз за лучшую песню года, как вдруг на сцену выбежал ее голый фанат. С тех пор охрана не пускала на церемонию голых людей даже по билетам. Эдуард. Да. А ты бы обрадовался, если бы тебя пригласили на премию Муставы объявлять победителя? О, еще как. А что бы ты сделал, когда понял, что тебя разыграли? Ну, я бы это понял уже на сцене, потому что я тугодум, так что мне в этом смысле проще. Ну, давай представим. Давай. Ты на сцене, у тебя в руках конверт. Что бы ты сказал перед тем, как объявить победителя? Я бы сказал какую-нибудь мудрость. Я бы сказал, не добавляйте сырую воду в чай, поэтому я быстро. В номинации «Кто-то там» становится лучшим «Что-то где». И все, и побежал себе по своим делам. Вот это молодец. А для определенной категории граждан выступление на церемониях уже давно превратилось в обязанность. В повинность, я бы даже сказал. Хотел сказать только, у меня тут друзья в зале. Я говорю, что сказать, ребята? Они говорят, скажи кукаряку. Я говорю, кукаряку! Потому что номинация здесь, Муз-ТВ, это самая свободная номинация. Здесь можно делать все, что хотим. Спасибо, спасибо Муз-ТВ за эту возможность. Кричать «Кукаряку олимпийский!» Да, как вы думаете, друзья, кто пишет речи нашим звездам? Не знаю. Но если такой человек действительно существует, мне кажется, ему сильно переплачивают. Я вас обрадую. Мы нашли этого человека, и через пару минут он появится в нашей студии. Ты обрадовал Колю. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Скажите, пожалуйста, Валентин, что важно учитывать при написании речи для звезды? Знаете, самое, наверное, важное – это писать как можно короче. Два-три слова. Лучше, конечно, одно. Потом индивидуальный подход. Каждому человеку нужно свой. Вот, например, Илье Вербуху подошло слово «Кукаряку». Очень как-то, знаете, с его характером. И все. А дальше немножко креатива и пошло. «Кукаряку олимпийский», «Кукаряку кремль», «Кукаряку Татьяна Анатольевна Тарасова». И все, это уже твоя визитная карточка. Тебя узнают как «Албебек терминатора». А какие еще шедевры есть в вашем портфолио? Портфолио? Портфолио. Хорошее слово, кстати. Портфолио «Олимпийский», «Портфолио Татьяны Анатольевны», «Портфолио Зимний дворец Порта Новокузнецка». Скажите, Валентин, а с кем еще вы работали? С «Жигурдой». И что вы для него написали? «Все, что не мат». Ну и напоследок, Валентин, что вы посоветуете начинающим звездам, которые еще не нашли свой стиль? А я уже ухожу, да? Ну, знаете что, если не знаете, что сказать, благодарите организаторов. Так что спасибо большое, что позвали. Спасибо всем, кто работает на этом замечательном проекте. Спасибо ведущим, спасибо операторам, зрителям, костюмерам, тем, кто чинил проводку в этом зале, осветители. Мы все одна большая команда. Мы работаем над тем, чтобы зрителям было интересно смотреть эти все телепроекты. Мы пишем какие-то слова им. Тем, кто продает рекламу, особенно отдельное спасибо. Что касается нашей рок-музыки, то я очень рад, что сегодня о ней говорят в превосходной степени. Они настоящие герои. Вот я смотрю, здесь сидит вот замечательный наш фигурист Плющенко. Он не рок-музыкант, Лев Ильянович. Он будет рок-музыкантом. У нас рок-музыкантом может стать каждый. 2008-2009 год показали, что нашей премии уже ничего не страшно. Когда рушатся биржи, спрос на шоу только растет. Все получили, что хотели. Артисты получили признание зрителей, зрители получили прекрасное шоу. Все решал народ. А народ у нас непредсказуемый. Поэтому кто-то из артистов пришел с одной октавой и унес три тарелки, а кто-то пришел с тремя октавами, а унес всего одну тарелку. Я говорю об Александре Градском. А о ком говорил до этого, не скажу. Чтобы не обижать Тимоти. Первый тайм мы уже отыграли и одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ребят, Коля хочет кушать. Ну так пошли в буфет. Коля не хочет ходить, Коля хочет кушать. Тогда либо Коля терпит, либо Коля платит. Коля терпит. Коля не хочет ходить. 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 Коля не хочет ходить.